Всем большой привет дорогие друзья! Сегодня у меня просто обзор комплекта украшений. Смотрите, я целый комплект тут незатейливых украшений собрала и хотела просто поделиться. Может быть кому-то это будет тоже интересно. Очень легко плетется все это, за один вечер можно собрать. Здесь я использовала кубики маленькие. Это японские кубики, тоха куб. Есть кубики разные, это у меня мелкие кубики полтора миллиметра. Вот такой у них лот, брала в мелодии бисера. Сейчас покажу как туда залезть, как найти. В общем, смотрите, эти кубики полтора миллиметра. Номер у них вот такой, но к сожалению этого номера уже в продаже там нет. Но тем не менее, давайте, кто может быть ни разу не видел, покажу вам вот эти кубики. Это кубики, такие квадратики. Вот смотрите, такой квадратик. Из них тоже можно сплести мозаикой. Вот. Это мозаичное плетение. Это у меня совсем тонкий браслетик. Брала я всего один пакетик этих кубиков. Брала уже давно. Вот. А теперь решила использовать. Поэтому они уже наверняка закончились. Не знаю, сколько здесь граммов, но у меня всего вот один пакетик. Его хватает вот на небольшие такие украшения. Вот о чем я хочу сказать. Сколько вы там будете заказывать. Конечно, эти браслеты можно сочетать разные кубики, узоры, рисунки всякие составить. Это понятное дело. А так как у меня вот такой серебристый цвет, получились у меня такие лаконичные украшения. Вот я такое колечко сделала на две линии, всего на два бисера. И так можно плести. Можно шире плести. Например, кольцо. Здесь у меня четыре бисера. Кольцо на четыре бисера можно плести. Так ведь получится широкое колечко. Можно на шесть бисера тоже сплести. А это у меня браслетик. Такой тоненький. Тоже он красивенький. Почему нет? Можно вместе использовать. И еще я выполнила сережки. Вот смотрите. Они такие подвижные. Если использовать какой-то там очень красивые какие-то швензы, получится вообще красота. Почему нет? Можно плести еще длиннее. Вот видите. Мне очень понравились эти украшения. Такие простые, летние. Разных цветов их можно сплести. Вот. Получится такой комплект. Теперь хочу показать, как найти. Значит, заходим в мелодию бисера. Ссылку я вам оставлю. Кто там первый раз, можете воспользоваться моим промокодом. Это дает определенную скидку на первый заказ. Итак, вот открываются такие категории. Если у вас другая страница открывается, нажимаете вот на эти три точки. Вот первое, что выходит, это каталог товаров. Вот видите, по каталогу можно тоже выбрать. Давайте найдем. Это у нас бисер Тоха. То есть японский бисер. Видите? Бисер японский Тоха. Давайте нажмем и попробуем здесь найти эти вот кубики. Сначала, соответственно, здесь бисер разный. Вот пятнадцатый, одиннадцатый, всякий. Дальше стеклярусы идут. А вот дальше я уже вижу кубики. Вот они кубики. Смотрите, они разной величины есть. Вот первое здесь полтора-два миллиметра. Они в одном разделе. Дальше кубики три миллиметра. Есть кубики четыре миллиметра. Вот нам нужны полтора миллиметра. Самые маленькие вот эти кубики. Здесь они, смотрите, обратите на это внимание. Они, конечно, они идут, оказывается, по пять граммов. Просто здесь граммовка не написана была. Вот, значит, пяти граммов хватит на небольшие украшения. Если вы, допустим, браслет пошире сплетете, можете без сережек. Хотя мне сережки очень эти понравились. Вот, можете без колечка. Так, видите, вот они идут. Вот такие у них цены. Вот, совершенно доступные цены. Можно для своих девочек кучу украшений сплести. Вот, видите, какие есть. Я сейчас их много положила в корзинку, потому что мне понравилось с ними работать. Вот, видите, куча. Здесь сначала идут, по-моему, по полтора миллиметра, потом два, что ли. Ну, в общем, на это обращайте внимание. Есть и в этом разделе на два миллиметра тоже. В общем, набор, а выбор очень большой достаточно. Ну, давайте еще раз. Здесь не будет мастер-класса. Это просто обзор. Это мозаичное плетение. Ну, вот, на первый взгляд кажется, что немножко неаккуратно, потому что некоторые как бы норовят они повернуться боком. Сбоку вот так вообще аккуратно получается. Ну, и так мне понравилось. Нужно попробовать плести из матовых каких-то оттенков. Вот я сейчас их заказала. Может быть, они даже будут лучше. Вообще, ну, почему нет? Ну, что вы об этом думаете? Какие украшения вы плетете из таких бусин? Напишите в комментариях. Всем будет интересно почитать. Вот я их взяла как-то, купила, и они у меня лежали. Вот попробовала мозаикой плести. Мне кажется, неплохо получается. Вот. Вот и эти сережки, опять же. Почему нет? Ну, все, девочки. Это был небольшой обзор. Всех благодарю за просмотр. И спасибо, что были со мной. И до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok